Записывать в программе SoundForge совсем не труда. Перед тем, как приступить к рассмотрению процесса записи, давайте сделаем некоторые настройки. Нажимаем меню Options, Preferences. В появившемся окне мы выбираем драйвер, Audio Device Type. Давайте рассмотрим некоторые из этих драйверов. Программа переназначения звуков. Здесь мы можем выбрать Playback, воспроизведение и Record, запись. Сначала мы настраиваем опции воспроизведения, потом опции записи. Слева мы видим название устройств. То есть левый канал, правый канал. Также при записи. Левый, правый. Далее. Здесь мы видим числа, которые означают номера каналов. Если мы будем перематывать, то мы увидим то, что они будут увеличиваться до 32. Потому как 32 это максимальное количество каналов. На выходе и на записи. То есть на выходе, на входе. Когда мы включим Direct Sound Surround Mapper, мы увидим то, что количество устройств изменилось. Сейчас оно соответствует системе 5.1. Левый, правый. Впереди. Центр. Сабвуфер. И левый, правый, сзади. Это означает, что если у нас будет 6 каналов, то они распределятся соответственно по каждому из этих устройств. То есть это своего рода карта, на которую наносится расположение каждого устройства. Windows Classic Wave Driver. Здесь мы видим то, что названия устройств уже совсем другие. При воспроизведении и при записи. Также у нас есть несколько других драйверов. ASIO4ALL, Creative ASIO и другие драйверы ASIO. В зависимости от того, какая аудиокарта у вас стоит на компьютере, названия драйвера будут отличаться. Сейчас давайте выберем Windows Classic Wave Driver. Названия устройств также могут отличаться. Те устройства, которыми я не планирую пользоваться, их можно просто отключить. И то же самое касается воспроизведения. Нажимаем ОК. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...